Добрый день, дорогие телезрители! В нашей сегодняшней передаче, наш рассказ будут посвящены истории серпуховского рода Мараевых. История Мараевых типична для второй половины 19 века, когда в промышленность холынул поток крестьян. Для серпухов это такие фамилии помимо Мараевых, как Каштановы, Рябовы, которые тоже получив, кто до отмены крепостного права освобождения от зависимости, кто в результате этих реформ стали очень видными и, скажем так, нужными городу и России промышленниками. Семья Мараевых берет свое начало в первой половине 19 века, когда в селе, в деревне Колочево, хатунской волости серпуховского уезда, жил крестьянин Василий Афанасьевич Мараев. Был он непахотным крестьянином, отторгован. Хатунская волость целиком, она принадлежала Анне Алексеевне Орловой, дочери графа Алексея Орлова. И по завещанию, по обещанию данной ей все крестьяне были отпущены на волю. Василий перебирается через несколько лет после этого в серпухов и уже в 845 году в звании вольного хлебопашца занимается в серпухове торговлей и мелким таким, ну не мелким, а, скажем таким, подсобным каким-то промыслом у серпуховских купцов Ереминых. Еремины, старый род серпуховской, они были не очень богатыми фабрикантами, но для нас еще и важно то, что Еремины были староверами, старообрядцами. В среде старообрядцев очень ценилась и была на высоком уровне вот система взаимоподдержки и взаимовыркучки. В 845 году, когда Василий Афанасьевич Мараев поступил служить к Ереминым, то, в общем-то, видимо, это было для получения, ну, какой-то такой вот корпоративной поддержки этой религиозной общины, он и перешел, будучи по рождению православным, принадлежа к официальной русской православной церкви, он перешел в староверчество. В 856 году Мараев Василий Афанасьевич производит вместе с братьями раздел имущества, он получает какую-то сумму денег в счет того имущества этой большой семьи, которая ему принадлежала, и нанимает у Ереминых фабрику. На берегу Нары, пониже Высоцкого монастыря. Производство у Василия Афанасьевича достаточно быстро развивается. В 59-м году он выкупает у Ереминых их другую фабрику, которая располагалась в деревне Заборье. Вот на том самом месте, где сейчас находится завод Квар. У Василия Афанасьевича Мараева, основателем Мараевского дела, был один всего сын, Мефодий или Нефед. В 1869 году уже Мараевы купцы первой гильдии, и отец, и сын, Нефед женится на Анне Васильевне Волковой, той самой Анне Васильевне Мараевой в замужестве. Анна Васильевна родилась в 1845 году в деревне Топорино Медынского уезда Калужской губернии. Брак был удачным. Если не каждый год, то через год у Анны Васильевны рождались дети. Всего их было восемь. Четыре сына и четыре дочери. То есть такая большая, прочная, староверческая семья. В 1881 году умирает достаточно неожиданно Василий Афанасьевич Мараев. А через год его сын Мефодий Нефед, муж Анны Васильевны. И вот Анна Васильевна остается с восемью детьми на руках и с двумя фабриками, с налаженным, процветающим производством, которое надо было так или иначе, если не развивать, то поддерживать. Можно себе представить ее положение и в сегодняшние дни, и тогда это, конечно, было весьма чрезвычайной ситуацией. Но Анна Васильевна справилась. У нее оказались достаточно недюжинные задатки руководительницы, хозяйки. И ее производство не то, что не упало, а наоборот продолжало развиваться. В середине 80-х годов Анна Васильевна уже купчиха первой гильдии. У нее на фабриках работают более тысячи человек. Примерно 50% из них были староверы Сирпуховского уезда. Но здесь начинается, с одной стороны, самая обычная история. Но для нас она, скажем, в нашей ситуации она невозможна. В 1882 году двоюродный племянник умершего Василия Афанасьевича Мараева предъявляет свои права на имущество, на фабрики и на все движимое и недвижимое имущество, оставленное Василием Афанасьевичем. Он оспаривает то завещание, которое сначала Василий Афанасьевич, а потом Нефьет оставили, на основании того, что по законам Российской империи браки между староверами, старообрядцами считались законными только в том случае, если и муж, и жена были староверами от рождения. И Мараев, и Волковы, они родились, что называется, в лоне официальной православной церкви и только потом перешли в старообрядчество. Вот в этих случаях, когда один из супругов, а у нас оба, были, что называется, свращены в раскол, вот в этих случаях браки за законными не признавались, и все имущественные права по завещанию у них отнимались. Анна Васильевна судилась с Филиппом Мараевым на протяжении 10 лет. Анна Васильевна только лишь к 893 году, уже, когда дело было передано в Сенат, правительствующий там вопрос был решен положительно для Анны Васильевны. Старообрядцы были преследуемы царским правительством с момента своего появления в религиозной жизни России с середины 60-х годов 17 века. Это были люди, не принявшие реформ патриарха Никона и продолжавшие отправлять всю церковную обрядность по тем правилам, которые Никон в результате своих реформ упоразнил. Ну, самое, может быть, такое и завесное отличие, такое внешнее при судужбах, это то, что староверы крестятся двумя перстами, в отличие от нас, которые крестятся тремя щепотью. Староверы, их официально называли раскольниками, постепенно потеряли совещенников. У них не было в их среде епископов, которые могли бы поставить новых священников. И вот те храмы, которые староверы строили, они не имели и не имеют до сих пор очень важной части – алтаря. Потому что службу в алтаре может совершать только священник. А у части староверов, беспоповцев, которым как раз и принадлежали, Мараевых священников не было. Они просто естественным путем вымерли, а новых им никто поставить не мог. Ну, была достаточно большая часть староверов, которые сохранили священников для совершения служб, принимая их от официальной церкви. Это были поповцы. А Мараевы, федосеевцы по принадлежности, они были беспоповцы. Будучи староверами-беспоповцами, Мараевы оказывали очень большую финансовую помощь московской преображенской общине федосеевцев-беспоповцев. Сначала Василий Афанасьевич, потом Нефед Васильевич. Они были очень почитаемыми на преображенском людьми. И Анна Васильевна продолжала не менее усердно снабжать преображенцев и иконами, утварью, деньгами. Но храма они иметь ни в Серпхове, ни где-то еще не могли. И лишь только после манифеста 17 октября 1905 года, когда было, скажем так, объявлено и свобода вероисповедания, и после нескольких указов 1906 года, 1907, староверы-беспоповцы получили возможность староить свои храмы. Ну, здесь еще в семье Мараевых произошла трагедия. Младшая дочь Анфиса упала с лошади, очень сильно расшиблась, оправиться не могла и в 1906 году скончалась. А так как для каждой дочери у порядочных родителей было готово преданное, то Анна Васильевна, то те деньги, которые она приготовила в преданное Анфисе, Анфиса была ее любимая дочь, она на эти деньги строит вот этот Покровский храм. Строительство началось в 1908 году. Архитектор Густав Пи Атрович построил очень в таких стилизованных 17 века формах эту церковь, очень приятная по архитектуре и, ну, тоже являющаяся одним из памятников истории и культуры нашего города. В 1912 году храм был принят инспекцией и в нем началось богослужение. Но в том же 1912 году Мараевых постигает финансовая, если не катастрофа, то состояние к ней очень близкое. У них обнаружились огромные долги перед кредиторами. Ну, то есть наличных денег у промышленников, как правило, было не так уж много. И на то, чтобы вести производство, расширять его, они брали кредиты в банках. А потом эти кредиты возвращались уже по продаже, по реализации продукции. Так вот, в 1912 году вдруг обнаружилось, что у Мараевых, ну, сначала полмиллиона долгов перед банками. Потом эта сумма, как раз вот в 1912 году, она выросла до миллиона. И в 1913 году их уже было более миллиона. И на имущество Мараевых был наложен арест. Более того, за ними было учреждено негласное полицейское наблюдение. Дико странно, но это так. Видимо, положение было очень серьезным. Анна Васильевна пытается найти выход из этого положения по-разному. Она просит помощи у московских староверов. Она пытается наладить более такое быстродоходное производство. Но это как-то не сработало. Тем временем Московский окружный суд арестовал все их имущество. Анна Васильевна занимает деньги, а в это время коммерческий московский суд учреждает дирекцию по управлению делами товарищества Мараевых. То есть уже не Мараевы управляют своими фабриками, а вот это внешняя дефекция. Но как сейчас в бизнесе это происходит, когда назначают внешнее управление. Анна Васильевна закладывает земли в Серпуховском уезде на сумму до 300 тысяч рублей для того, чтобы как-то исправить положение. И вот такими отчаянными, скажем, мерами ей удается сохранить производство. Как-то все-таки выплата долгов шла. Но в 2014 году начинается Первая мировая война. И это сразу привело к огромному количеству казенных государственных заказов. И вот эти заказы, они помогли Мараевым решить проблему с выплатой долгов. К концу 2016 года, к 1 ноября, вот эти все ограничения и внешнее управление с фабрик Мараевой было снято. Если бы не было в Серпухове Мараевых, они не построили бы здесь свой всем известный особняк. И Анна Васильевна Мараева не приобрела бы в конце 19 века свою коллекцию, которая потом легла в основу Серпуховского музея. То, в общем-то, музей бы, конечно, состоялся и без этой коллекции. Но он бы был совсем иным и уж куда менее таким представительным и богатым по части художественного собрания музея. С 1861 года Мараевы начинают отстраиваться на том участке в деревне Заборье, который они купили у Ереминых вместе с фабрикой. Сначала здесь стояли два отдельных строения. В 1893 году здесь произошел пожар. Начался он за фабричной улицей, теперешняя улица Чехова, которая отделяла Серпухов от деревни Заборье и была границей города. И вот как-то все-таки, видимо, пожар перекинулся через довольно неширокую фабричную улицу на вот этот участок в Заборье, где стояли жилые строения Мараевых. И они тоже были повреждены. И вот после пожара 1893 года Анна Васильевна приступает к такой кардинальной перестройке всех этих зданий, стоявших на этом месте. Для этого был нанят очень известный по тем временам архитектор Роман Иванович Клейн. Одно из лучших его построек – это здание музея изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке в Москве. А в Серпхе он построил как минимум три здания до того, как начал работать на Мараеву. Это здание бывшей городской думы, церковь и дом причта на Занарском кладбище и храм-усыпальница всех святых, которую он поставил в Высоцком монастыре на деньги коншиных. И вот к 1896 году здесь был сооружен вот такой разноликий дом. Ну а теперь мы пройдем с вами через этот парадный вход. Анна Васильевна, скажем так, строила дом не столько для себя, сколько учитывая интересы, вкусы подрастающих детей. И, собственно, лично для нее была отделана в этом огромном доме только одна комната. Вот мы в ней сейчас и находимся. В первой половине 80-х годов прошлого века, когда в музее проходила вот такая очень серьезная и детальная реставрация, были восстановлены росписи потолков и дверей этой комнаты. Окна этой комнаты выходили на восток, на территорию фабрики, и она могла видеть, что происходит на фабрике. То есть Анна Васильевна, оставаясь в этой комнате, ну, она могла контролировать очень многое, что происходило вне этого дома. В основном семья жила в этом особняке в зимнее время года. А летом они переселялись на дачу, которая была и посторонна в Данках, рядом с их Данковской ситцинобивной фабрикой. Первый этаж дворцовой части особняка – это парадные залы своего рода анфилада, состоящая из столовой с камином. – это парадная столовая для таких, скажем, больших обедов по случаю. И белый зал. Они разные по архитектуре, по отделке. Столовая отделана под дерево с элементами упрощенного модерна. А белый зал – это ложно-классический стиль. И его парадность, его торжественность, а это действительно он выглядит достаточно торжественно, предназначался для вечеров, которые Анна Васильевна и ее семья так или иначе были вынуждены устраивать. Если неизовестно точной даты постройки дома, то точно так же неизовестно и время покупки Анны Васильевны Мараевой к коллекции западноевропейской живописи прикладного искусства мебели у одного по тем временам очень известного коллекционера Юрия Всеволодовича Мерлина. К началу 90-х годов XIX века Мерлин разорялся, и его коллекция была заложена, она так и не вернулась к нему, а остатки этой коллекции купила Анна Васильевна Мараева. Вот здесь и встает такой вопрос, зачем истовой староверке Анне Васильевне Мараевой коллекция западноевропейской живописи. Ну, несколько версий бытовали в свое время. Ну, вот одна из них, то, что Мараева в ходе вот этого процесса 82-го, 93-го годов была вынуждена дать дать своего рода взятку через, ну, кому-то через Мерлина, Амергин, а Мерлин служил чиновникам особых поручений у московского главнокомандующего великого князя Сергея Александровича. И вот путем вот покупки части, остатков, как пишут, коллекции Мерлина, она вот эту сделку и осуществила, и покупка этой коллекции никак не могла быть сделкой. И эта версия, ну, под собой основания не имеет. Вторая версия, это та, что Мараева вдруг в какой-то момент решила догнать Третьяковых, Щукиных, ну, известных московских коллекционеров, и начала собирать художественные ценности, ну, светского характера. Ну, опять же, эта версия, скажем, так же малоосновательна под той простой причиной, что Анне Васильевне это не было нужно абсолютно. Она была собирательницей очень ценной коллекции икон, старопечатных и рук, описанных книг. Но зачем ей картины с обнаженными женскими фигурами и итальянской школы, которые вот сейчас висят в залах нашего музея. Вот, эта версия абсолютно безосновательна. Но есть еще одна, и она представляется самой вероятной. Анне Васильевне коллекция была не нужна. С нее хватало тех старообрядческих ценностей, которые у нее были, и которые она приобретала практически до 17-го года. А дети, а их у нее было, как я уже говорил, 8 человек, 4 сына и 4 дочери, хотели жить на европейский манер. А для того, чтобы жить на европейский манер, был нужен не только такой особняк, была нужна и соответствующая обстановка. Вот таким образом Мараева истовая староверка приобрела великолепную коллекцию западноевропейской живописи у коммергера и императорского двора Юрия Всеволодовича Мерлина. И все это, скажем так, уже в последующие годы стало основой нашего музея. После того, как эта коллекция была приобретена, никаких новых приобретений западноевропейской живописи Мараева не делала уже. Она просуществовала в коллекции в этом доме до 1906 года. В 1906 году произошла семейная трагедия. Младшая дочь Анны Васильевны по рассказам наиболее ею любимая Анфиса упала с лошади, получила какие-то неизлечимые повреждения внутренних органов и скончалась. И вот после ее кончины большая часть коллекции была упакована и перевезена в Донки, в загородный дом, где она и пролежала, скажем так, невостребованной до 1918 года, до момента до времени нациоанализации. Но судьба самой Анны Васильевны и ее семьи достаточно трагична, как трагична судьба миллионов русских людей, попавших под молот революции и гражданской войны. В 1918 году у Мараевой были отняты в первую очередь ее фабрики вслед за фабриками Донковское имение. Оставшись без средств, в буквальном смысле без средств к существованию, Анна Васильевна просила, чтобы ей выделили из Донковской земли огород двух коров, чтобы молоком поить своих внуков, плух, чтобы они сами могли пахать несколько соток земли. А в конце 1918 года ей было отказано во всем. Когда власть на фабриках перешла в руки фабрично-заводского комитета, фабрики, естественно, были остановлены из-за полной неразберихи, не смогла новая власть в тех условиях как-то не то, что наладить, а даже сохранить производство. Ну, а рабочим надо было чем-то платить. Вот одна из форм выплаты жалования рабочим была как раз выдача им художественных ценностей из принадлежавших Анне Васильевне Мараевой. Ну, слава Богу, вмешалась центральная власть, она эту практику в конце 1918 года быстро прекратила, коллекция была перевезена в этот дом и в общем-то хранилась здесь в нескольких комнатах, ящиках. Вот. Ну, здесь Анне Васильевне и ее семье повезло еще и в том, что в Серпухов летом 1918 года переехала ставка верховного главного командования в голове с главкомом войска республики Вациетисом. Он поселился в одной из комнат этого дома. Дом был взят под охрану. Почему именно здесь поселился? только потому, что рядом на фабрике работала какая-то минимальная такая небольшая электростанция, дом отапливался, работала канализация, водопровод. В это время никто не посягал на выселение отсюда, Анны Васильевны, семья занимала тут несколько комнат. Весной летом 1919 года головком отсюда выехал, их перевели в Москву, а в Вациетисо сняли с этой должности. И вновь местные власти от имени рабочих начали требовать реквизиции всего имущества мараги. Марагиевых. У них якобы огромные запасы золота, драгоценностей, продуктов в подвалах не считано и немерено. Но в это время в дом вселяется никто иной, как Иосиф Виссарионович Сталин. Летом 1919 года вместо штаба главного командования в город переводится полевой штаб Южного фронта для борьбы с наступающим с Юга Деникиным. Со Сталином у Мараевых ну скажем так никаких отношений не сложилось, хотя Мараева якобы просила его о каком-то заступничестве. Семья осталась без возможности что-то заработать. Как представители эксплуататорского класса их не брали на работу им раз они не могли работать то никаких пайков им положено не было им не давали ни дров ни угля в конце 1919 года в Севков приезжает всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин и опять же местные власти обратились к нему что с тем же самым вопросом вопросом что существует дом набитый всяким добром в нем живет хозяйка Анна Васильевна Мараева мы хотим это все поделить между голодными рабочими а нам не разрешает ни наркомпрос ни наркомконтроль ЦИК не смог решить этого вопроса и уже в 20 году все было спущено на волю местных властей постепенно отдельные помещения этого дома так или иначе занимались какими-то учреждениями в 19 году осенью местным властям все-таки удалось реквизировать часть имущества Мараевых эта часть состояла из постельного и столового белья посуды драгоценностей которые у них были перечня нет что было у них реквизировано тем не менее вот данные о том что было из-за я в целом и библиотеку у них тоже реквизировали библиотека пошла в серпуховской отдел народного образования белье пошло в детские дома и сады золото драгоценности ушли естественно в казначейство ну и какая-то часть тех продуктов питания которые у них были тоже была реквизирована и отдано в местные учреждения в сентябре 20-го года по решению местных властей у Мараевой было отнято последнее что у нее было Мараева была выселена из дома а дом был реквизирован какая-то часть имущества Мараевых была разграблена возможно что-то из картин и иных художественных ценностей принадлежавших ну естественно исчезли Анна Васильевна с семьей до 28-го года жила в Серпухове она скончалась в 1928 году похоронена в Москве на преображенском староверческом каладбище судьба разбросала детей Анны Васильны и Мефодия Васильевича сыновья потомства не оставили они участвовали вместе с матерью в управлении но почему-то не нашли возможности жениться и завести семью только один из них Константин был женат на француженке и вроде бы у него во Франции дети остались но скажем так точных подтверждений этому нет дочь Александра вышла замуж сначала за купца старовера Уфимцева и на второй московской улице стоит дом это памятник архитектуры и в списках памятников он так и зовется дом Уфимцева когда Уфимцев муж Александры скончался она вышла замуж за одного из приказчиков Кейстя Леднева дочь Анна вышла замуж за дворянина Киреева который служил в конвое его императорского величества особенно так трагична судьба Ольги Мефодиевны она жила при церкви в конце 20-х годов была арестована провела несколько лет на Соловках после освобождения жила здесь в серпе при церкви и после кончины была похоронена на староверческом кладбище у посадского леса там же похоронили и Александру Мефодиевну Ледневу окончавшуюся в 1931 году но несколько лет тому назад это кладбище было уничтожено практически все городская администрация сделала очень большое дело попытавшись найти захоронение дочерей Анны Васильевны но к сожалению было найдено только лишь могила Александра Мефодиевны Ледневой ее порах был перенесен сюда на территорию по Коровской церкви церкви потомки Мараевы живут в Москве в Туле они так или иначе поддерживают отношения и с Серпуховым и с музеем рассказывают очень очень много и интересного о своих предках родоначальниках Анне Васильевне Ефёдер Васильевич Ну вот это то немногое что мы успели вам рассказать о семье Мараевых о их в общем-то достаточно трагической истории всего доброго Редактор субтитров